И всем привет, я Вику Хорс, выпали на новый видос, и сегодня у нас с вами будет достаточно нестандартный формат видео. Нет, это будет не какая-то нестандартная рубрика, это будет именно нестандартный формат. И так, давайте начнем, поехали. Сегодня у нас будет обзорчик на брееров, но почему же в обзорчике вы видите как бы меня в кадре, а не лошадок и в общем как обычно. Я вам сейчас все расскажу. Я пыталась уже снять подобное видео в формате обычных моих обзоров на шляхе, и я поняла, что это очень неудобная вещь, потому что я ставила очень много каких-то коробочек, тумбочек, чтобы все подходило, чтобы вся лошадь большая влезала в ракурс. И в итоге у меня в общем-то еще отдельного не получилось, везде у меня тряслась камера, шатались руки, падали лошади, и ничего отдельного собственно не получилось. И поэтому я решила снять такой обзорчик, как делают почти все в принципе американские блогеры, которые распаковывают брееров, они делают как бы видео с собой в кадре. То есть ты сидишь, и допустим, сейчас я вам покажу на примере, то есть ты сидишь и вот так вот показываешь лошадь, там где-то подносишь ее чуть ближе к камере, где-то чуть убираешь. И мне захотелось попробовать снять такое же видео, посмотреть вообще, что это такое, как это устроено, какие есть трудности, что легче, что лучше, что хуже. И да, давайте начнем, поехали. И я хотела бы попросить вас об одном, не одолжении, а просто, как бы, я даже не знаю, как это назвать, это просьба. Я попрошу вас в комментариях под этим видео задавать мне абсолютно разные вопросы, можно на тему моей жизни, конного спорта, шлях, брейер, в общем, все вопросы, которые вы захотите, которые вам будет интересно узнать. Да, я готовлю для вас что-то такое масштабненькое, не буду пока говорить, какому событию, но, да, если, как бы, я попросила вас задавать вопросы, это, возможно, будет вопрос-ответ, а, возможно, если вопросов будет не так много, то это будет, как бы, как отдельная часть видео. И первая лошадка, которую мы посмотрим, это у нас будет вот такой вот прекрасный глаштинский жеребец по кличке Catch Me, что в переводе с английского означает поймай меня, ну, да, примерно поймай меня. Это глаштинский конкурный жеребец, насколько я знаю, да, вот, он очень такой вот красивый, сейчас я покажу вам его поближе, он такой вот очень красивый, у него вот здесь вот, как бы, такой вот очень интересный глазик, вот, у него такой вот розовый носик, грифка у него стоит, он у нас, ну, я так понимаю, что сделан в позе голуба, у него вот очень классный хвостик, он такой вот очень вот такой. реалистичный, и если мы с вами присмотримся, то на крупе можно увидеть яблочки, это мне очень нравится, я пробовала выбираться с ним на различные фотосеты, и это получается очень эффектно, так как, в принципе, модельечка эффектная, очень такой красивый, очень классный, да, мне вот он, в принципе, очень нравится, он очень реалистичный, на мордочке у него здесь вот такая вот проточинка, или я даже не знаю, как это называется, вот, в принципе, мне модельечка нравится, он, кстати, подкованный, кому интересно, он мне очень нравится, на самом деле, я думала, что качество будет хуже, но наоборот, я не разочаровалась, а только удивилась, и этот прекрасный конечек шел вот в такой огромной коробочке, да, мне не видно, вот здесь у нас есть с вами текстик на английском, если кто-то понимает, может прочитать, но, в принципе, коробочка такая большая, классненькая, красивенькая, но, в принципе, очень прикольненькая, и, да, кстати, кто не знает, этот конь у нас в масштабе 1 к 9, и следующий конь, которого мы с вами посмотрим, это будет выездковый мерин, опять-таки, насколько я знаю, вердадес, по-кличке вердадес, или диди, но это как бы на английском тоже, вот, он такой вот тоже очень красивенький, он большой, он, я так понимаю, делает пассаж или пиафе, но я все-таки думаю, что больше он делает пассаж, так как в пиафе ноги подведены под круп, как бы, вот, но, в принципе, мне очень нравится его поза, и единственный минус его, это он не стоит, то есть сам вот так вот он не встанет, он встает только с помощью вот такой вот пластиковой подставочки, она втыкается ему, вот, здесь вы можете видеть дырочку, и она как бы втыкается в эту дырочку, и как бы вот так вот. Ну, в принципе, этой пластиковой, такой прозрачной штучки, ее особо не видно на фотосетах, и она как бы не мешает. Давайте посмотрим этого коня поближе, у него, вы можете заметить, такие вот шишечки, вот, да, у него тоже такие вот 4 носочка, хвостик у него тоже очень реалистичный, мне очень нравится его поза в целом, и, как бы, внешние впечатления, первые впечатления, когда ты видишь этого коня, у тебя складывается, о, какой красивый конь, это, как бы, мне очень нравится, это мне по душе, у него вот такая вот звездочка во лбу, глазки классненькие, тоже на фотографиях он смотрится очень так вот эффектно, эпично, ну, не то чтобы эпично, эффектно, красиво, я бы даже сказала. Да, в принципе, его поза мне очень нравится, в принципе, да, он очень классненький, минусов, кроме того, что он не стоит, у него нету. И шёл Вердатес вот в такой вот, опять-таки, огромненькой коробочке, и здесь у нас, опять-таки, написан текстик. Ну, я прочитала, я, допустим, поняла, сейчас давайте я вам что-нибудь прочитаю, переведу. Звезда выездки Лауры Грейвс, я просто не знаю такую, поэтому, возможно, произношу неправильно, подправьте меня в комментариях. И её лошадь Вердатес, ну, как бы, выигрывали очень много соревнований, и их выездковые мечты, скажем так, стали реальностью. Они выигрывали очень много стартов, ну, в общем-то, да, это, если вкратце, переводить, рассказывать. Так как я ещё тоже не очень хорошо знаю английский, ну, как бы, некоторые я тут могу перевести, некоторые нет. Уж извините. И Вердатес у нас тоже формат 1 к 9, это, насколько я знаю, почти самый крупный формат. Самый крупный формат это 1 к 6, но я видела только одну такую фигурочку, и то её не было в наличии. То есть, как бы, то, что у нас существует, это только какие-то легенды, возможно, или мифы. В принципе, коробочка тоже классненькая, она, кстати, чуть поменьше, сравним. Вот, примерно, ну, как бы, на сантиметрик, возможно. А так, тоже коробочка очень красивая, эстетичная, да, всё классно. И затем у нас с вами идёт вот такой вот маленький конёчек, это масон лошадь года 2018. Сейчас я объясню для тех, кто не знает, что такое лошадь года. Брейер каждый год выбирает одну лошадь года, то есть он, как бы, делает её символом года. Допустим, в 2017 году это была Белла, где-нибудь здесь перекрытую фотографию. В 2019, то есть нынешнем, это Масик, здесь будет фото. А в 2018 это как раз стал масон. Серый мерин, насколько я знаю, какой-то там, по-моему, не африканской, господи, английской чистокровной породы. Но это, опять-таки, не точно. Сейчас я посмотрю на коробочке. Так, грей, седу, блин. Ну, типа, верховая порода, просто верховая порода. Но, по крайней мере, тут на коробочке, вот на этой так написано. Не знаю. Он, в принципе, очень классный. И что меня удивило, то, что он может вот так просто стоять. На руке, конечно, он у меня стоять не будет, но, в принципе, он стоит. Это уже очень хорошо. У него здесь вот один такой вот носочек, хвостик у него такой плавно переходит из черного в беленький. У него такая вот отметина на мордочке. Поза у него очень классная, такая реалистичная, я тоже считаю. Вот, в принципе, он такой прикольный, грива у него тоже хорошая. В принципе, морду Брейер не завалили, складочки, все есть, как бы. И он мне тоже очень нравится. У него есть много крутых ракурсов. Я тоже же выбиралась на фотосет со всеми этими модельками. И мне это очень нравится. Да, он очень прикольненький. Шел он вот в такой вот коробочке. Сейчас посмотрим ее поподробнее. Сзади вот здесь написано Брейер Классикс Коллекшн. Это масштаб у нас уже 1 к 12. Здесь изображена фоточка его. Вот, спереди подписано Horse of the Year 2018. То есть, что в переводе означает лошадь года. А сзади у нас фон с вами, как будто бы там какое-то лавандовое поле. И действительно, масон на фоне этого поля смотрится так вот, очень прикольненько. И да, чтобы мне хотелось еще отметить то, что в Вердадосе и в Кичми мне в коробочке положили вот такие вот два каталога Брейеров. Они вот такие очень прикольные. Мне нравятся. В принципе, у них отличается только обложечка. Содержимое у них как-то одинаковое. Но, в принципе, очень приятно, что вот магазин Брейер так, как бы, прикольное положил. Сейчас давайте посмотрим какой-нибудь из них. Давайте вот этот. В принципе, ничего особо нового в нем нету. Сейчас я вам покажу. Вот. На одной страничке здесь у нас изображен как бы Spirit и вся коллекция со Spirit. Но, в принципе, здесь везде как бы пиар, скажем так, разных моделей по категориям и по масштабу. Но, что меня тоже удивило, сейчас, извините, что вот так вот, к такому нет возможности. Сейчас я вам открою, покажу тоже, что мне понравилось. Это то, что здесь на страничках есть, надеюсь, вам видно, несколько вот таких вот игр. То есть здесь нужно, допустим, выделить слова. Это хоть и на английском, но, в принципе, это очень прикольно. Я бы хотела выразить свою большую благодарность магазину Брейеров за такие качественные фидурочки, за каталоги. Опять-таки, это очень приятно. И, в принципе, я всем советую покупать Брейеров, потому что их цена соответствует их качеству. И, в принципе, если вы их купите, то вы не пожалеете. Это я вам гарантирую. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео было достаточно интересным для вас. И я надеюсь, что у меня было не очень много косяков моих, как это с моей стороны. Что ж, я еще раз вам напоминаю. Пишите свои вопросики внизу в комментариях под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Я всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...